всем привет хочу снять такое видео на ликер лимончелло ну я хотел попробовать давно лимончелло но как-то не приходилось просто коньяки виски такой то разные напитки ром а вот лимончелло не пробовал и вот решил попробовать но в основном они в супермаркете везде продаются какие лимончелло где-то местные делают местный разлив не итальянский в основном в таких больших супермаркетах которые ну все эти большие и получается завозят иногда у нас итальянский и вот я увидел вот этот ликер и и что-то мне он понравился и с виду и по описанию и кто так пробовал его и дело в том что я в интернете забил вот какой самый лучший лимончелло это когда я уже выбрал этот ликер уже заказал получается и в интернете забил какой самый лучший лимончелло на что мне суть сеть вы не соцсети а сеть его выдала именно этот ликер не знаю видно не видно не видно на зеркальном виде но вот если что даже сами для интереса забейте написано получается этот ликер награды получил в разные года от восемнадцатого до двадцатого производится он в венеции досьяло получается росси досьяло лимончелло оценивает не только вкусовые качества но и технологии производства дизайн по итогам двадцатого года наш ликер лимончелло росси досьяло получил в жесткой конкуренции борьбе награду как лучший фруктовый итальянский ликер и дело в том что он получил это не только в италии но и в германии эти награды еще в разные года вот такой ликер что я коротко о нем сказал и вот хочу попробовать просто я не пробовал я же говорю ты манчелло интересно уже тепло подходит лето вот эти как раз лимонные такие апельсиновые ликеры холодненькие они очень будут классные так тут дозатора нет пластиковый колпачок но открытое горлышко получается дозатора не видно что интересно и таких еще не видел бутылок без дозатора переходит в пластиковое горлышко а такое как получается с дозатором должен быть ну вот сделан уже я говорил или нет он в венеции интересно интересно это или без дозатора как-то это партия какая-то такой штырек внутри кстати как же придавливает шарик дозатора но дозатора нету может он как-то вставной тут должен быть твоего нема ну короче проверил я по штрих-коду не подделка в интернете он есть заходишь сразу и на сайт где продается и на все сейчас будем пробовать закусывать я буду лимоном и печеньем как советуется сама лучше вроде бы как вот настолько она советует напитки к нему я вот у меня манговый апельсин сок получается но такой напиток соков местной и вот если что с ним попробую кстати что интересно нигде я не читал коньяк попробую развести с лимончелло что интересно будет прикольно как пьют же некоторые коньяк и закусывать лимоном хотя это пошло еще в далекие времена это александр че 2 че как-то не помню царь это придумал пить с лимоном что-то ему тогда видно лимоны редкие были это было в россии неудивительно чего не там придумали такое потому что нигде таким не занимаются только оттуда пошло и многие стали пить получается лимончелло коньяк с лимоном это мы уже за коньяк зашли но вот коротко я сказал что интересно вот будет как она сочетаться просто многие провыкли закусывать коньяк лимоном а тут развести лимончелло с коньяком пропорции ну посмотрим попробуем ну что будем пробовать с на запах лимон кстати он натуральный на корках настойный написано добавлен ароматизатор еще лимона хотя для концентрации видно вкуса не знаю легкий запах лимона сильно он не бьет кстати в нос лимоном я думал будет более такой ароматный лимона нет ну курку слышно до густой прикольно такой лимонный сироп спирт слышно кстати тут спирта 32 градуса так что это ну такой лимончелло не для девочек а можно даже и мужикам пить его если хочется сладенького такого что-то прикольно баланс спирта сахара и вкус лимона кислинки да мне кажется не хватает хотя говорят есть еще лимончелло и слажей этого что тут кислинка типа сбалансирована но интересно летом вообще но освежать должно не знаю и газированная вода есть попробовать еще можно развести кстати чем еще полезной даже как сказать что алкоголь говорят не полезный тут витамина c много в нем за счет корок потому что в корках много витамина c интересный но противного и в нем ничего не вижу такого шуб или сладкий или химозы какой-то слышно было такая настойка на лимоне сахарная кстати натуральной коркой запах я его охладил хорошо можно еще даже под охладить было его до ледяного почти охлаждает но мне кажется она тогда аромат потеряет она будет не сильно аромата баланс тут кстати да баланс сладости и спирта сладость перебивает спирт вот мне нравится самбука еще это типа самбуки только лимонная самбука мне кажется даже интересней самбуки но самбука само собой она другая там они запах бадьян кажется вот это звездочками забыл бадьян вроде что она больше аниса еще запах даже пахнет не знаю что они добавляют но это только малинаре в основном и натуральный именно ликер вот этот самбука так много ароматизаторы вожат что они натуральные еще одна марка какая-то вот но такие шоу нас ходовые не помню до смешивать его интересно тем более спирта хватает чтоб концентрация была был он и интересный за счет того что баланс алкоголя и вкуса что много его не лить не знаю чем попробовать час с водой или с коньяком наверно с коньяком коньяк у меня долбушь 5 звезд но он такой более-менее недорогой и качественно сносно качественно я не веду по крайней мере некоторые коньяки за такую цену есть намного хуже наш отечественный производитель украинский не знаю сколько сейчас смешать мне кажется коньяк лимончелло и еще это водой надо будет до разводить газированной ну вот так мы сейчас сделаем да сладкий интересный такой ликер лимонный не мутнеет сильно такой коньяк смешался хорошо запах коньяка ремонт так поверх нас надета ребята что я скажу это интересно добавился сахар но для коктейлей понятно это коньяки если кто любит что чистый пить не разводя или там коньяк с колой кстати еще одно вот это что дистилляты и ретификаты тут ретификат коньяки дистилляты и получается эти два спирта хотя много коктейлей смешиваются ликеры с тем же самым виски бренди ну коньяк само собой ну коньяки хорошие не смешивают как мы знаем потому что они только во франции они стоят хэнесси никто не будет мешать например с лимончелло или еще с чем-то или с кока-колой интересно интересный вкус коньяк лимон сочетание класс газа добавим газированной водички вот я смешал на бокал грубо говоря интересный такой соломенный цвет появился никакой мутноты как например самбуку смешать если в коктейли в каком-то она мутнеет сразу цвет такой можно сказать даже пивной как пиво цвет прикольную вещь на любителя может быть но прикольная коньяк лимон такая корочка лимона вкус с газом небольшим вода не только открыла на вчера я открыл если на газирована еще интереснее было мне кажется за счет газа добавилось так что вас слышно немножко вкус концентрацию развели мы это было две части считаю что один к одному наверно плюс вода остальное вот нас уже вот сколько вы видели малью да интересно можно даже коньяка чуть меньше например чуть меньше коньяка и будет интересно тоже хотя на любителя кому нравится какой вкус был или коньяк или больше присутствовал лимон но считаю смешивание с напитками тоже сейчас мы попробуем такой лимонный густой сироп такой интересный интересный вкус где там освежать даже его если с водой разводить тоже прикольно будет лед еще добавить вот сейчас я прям очки тут разведу например это сок и чуть-чуть добавим чуть-чуть добавим лимончелло сладость хотя не сильно и сладкий этот сука высоковый напиток не так интересно это сильно сладко сильно сладко а вот это класс коньяка где-то туда надо лить не один к одному лимончелло и коньяк одета часть лимончелло и пол части от лимончелло коньяка ну бренди остальное водою бокал грубо говоря бокал какой объем тут грамм не знаю 150 вот добивать водой газированно и прикольный коктейль лед само собой лайма можно прицепить туда или чуть выдавить будет тоже интересно закусывать его лимонным и печеньем советую тут я сейчас еще не пробовал кстати лимон до кислиночки придаст не такая тут кислинка конечно как я думал будет кислинка больше виднее вам было но этот напиток получается выиграл награды реально со многих вот даже в малинаре они тоже производят лимончелло они сам боку и лимончелло производят малинаре даже не выиграл вот эти награды вот этот ликер выиграл бутылка интересной формы вкус лимона во рту это класс тем более лимоны вот эти итальянские как мы понимаем что те лимоны что в италии сюда они нам вряд ли проходят потому что у нас в атб к глянешь например в том же самом лимонище здоровый корка там как пол лимона еще когда его разрежешь какие-то видно сорта нам сюда присылают такие где-то посредственные выращивают я не знаю что там их наверно вообще не применяют в пищу такие наверно потому что я знаю лимон хороший лимон это тоненькая корочка ароматные приятный все это что-то вот даже я вот купил том же самом атб насколько вот видно корка это вообще толщина трындец короче соками он сильно будет сладок вода вода вот чисто вода например или манчелло один к одному хотя я же говорю тут 32 градуса ноги лимончелло там цена зашкаливает даже выше этого стоит этот по скидке сейчас кстати лимончелло продавался под ну такой по нормальной скидки рекламировать не буду где он продавался вы сами можете забить и посмотреть и дело в том что другие есть виды тот же самый от малинари они намного стоят больше и там спирту ну спирты намного меньше там 20 градусов есть есть магазинах вообще продают какие-то бренды типа итальянский но я сомневаюсь это где-то она наверно разливается там 16 градусов лимончелло считай что как вино тоже самое а это такой реальный напиточек в компании посидеть не просто так попить сладенькой водички вот размешали ну с водой понятно с водой надо да тут холодно на лед и да я просто не сделал не было времени с водой это уже не так интересно без коньяка мне тут этих но так прикольных бренди коньячных кстати неплохой да вот это коктейль я не знаю есть такой нет такого не в интернете вроде не видел чтоб добавлялся бренди вместе с лимончелло там другие какие-то виды нам уже есть не знаю не заметил может их там много по придумывали вот это интересно вода бренди лимончелло лимоном закусим да кислинка вот это нужно для лимончелло подкислить я не знаю что итальянцы не добавляют сюда или сока часть от лимона чтобы более но кислинка было только они на центре сосредоточились именно на стойко цедры цедра у нас не такая кислая что учу и получается все лимончелло не сладковатый идут больше сладости чем кислости в принципе его можно даже не закусывать хотя такой градус если так вот пить и не закусывать это реально я тут за счет сахаров вот это лимона она одежда варю получается вполне сейчас печеньем попробуем запустить пишется кукле произведено в венеции говорил я вначале в венеции делается кстати есть там в итальянских еще региона много ликеров делается этот именно в венеции печенье песочная сама больше подходит она для закуски также для коньяков я замечал что песочное печенье орешки там сухофрукты да самое интересное вот этот коктейль сюда еще лед трубочку соломинки лайма кусочек повесите летом классный коктейль просто будет ниже вроде аромата бренди сюда идет отлично запах лимона запах бренди лед лето где-то на пляже да хорошая вещь и в чистом виде в принципе принципе нормально просто не всем нравится вот может быть что сладость сладость тут кстати меньше чем в других лимончелла других даже брендах я подозреваю даже малинаре кажется даже мне попадались отзывы для читал малинаре даже сложили я не представляю зачем так наслаживать итальянцы видно любят сладенькая ну надо баланс хороший напиток интересная бутылка она такая прикольная все они не знаю но плохо видно на этом на фокусе не фокусируется так каждая грань она такая как бриллиант типа граненный капшон или не помню огранка как правильно называется вот это хаотичная капшон кажется никогда-то ювелирную эту изучал ну как ювелирные вещи делаются читал книга такая большая хотел ювелирными вещами заниматься изготавливать интересные то вещи красивые бутылка такая тоже классная роба на грани вот эти хаотичные такие задумка такая видно дизайнеров было что она будет блестеть когда будет на солнце где-то стоять ледяная такая и на нее светит солнце где-то вот когда наливаешь и на грани эти переблеск ну такая задумка наверное было именно хаотичные такие как выступы грани срубы интересно интересная бутылка и содержимое неплохое тем более еще надо не забывать что полезных как сейчас нашем мире полезного не сильно много она надо его искать постоянно чтоб она была полезна для здоровья хоть как-то я же варю и в спиртных напитках например полезного мало мало в каких я же варю та же самая водка или то же самое виски коньяки они то не сильно полезны если разобраться там да какая-то польза есть там танины еще но смотря для чего когда она наставится но в основном полезны это ликеры такие как егерь на травах и опять уже начинают по любому рецепты уже эти не те что были раньше когда люди действительно старались сделать для пользы все они для скорости чтоб продать быстренько сделал продал сделал продал концентраты я имею ввиду быстро все делаешь и вот за что я говорю тут витамин c хотя присутствует это уже хорошо по сравнению вот с теми ликерами которые правяные и тут хоть есть витамин c и это уже интересное и лимонная свежесть освежающая лето другие шликеры есть бехеровка то само собой на травах тоже вот там да я же говорю эти спиртные напитки полезны в своем роде он завершающая рюмочка чистого ликера запах да не бьет прям лимона чтоб там прям вау-бог такой лимон италия там свежий лимон с дерева но вот как вот режешь например такой запах наверное ну в реальности без ароматизатора сложно довести до такого вот даже когда вы в чай ложите до лимоном то пахнет но все равно не так как вот хочешь и ожидаешь лимон до слышно лимон такой хотя не знаю тут написано что ароматизатор даже добавлен мне кажется тут его или совсем мало ароматизатора потому что вот слышно именно чистым таким вот как вам объяснить не просто лимона вот это общая все это беленькая шойдет зашкуркают у нее же определенный запах не поверхностно воде эфирные масла вот это находится на желтом именно на самой крайней цедре а вот тут это желтая более точнее белая более такое слышно желтой и вот внутреннего именно де кисленькая вот я лимон час нюхаю ну в принципе вот я же говорю как схожесть с лимоном свежий разрезанный лимон но только вот цедра не везде вот такая я же говорю ароматная такой вот как натуральный лимонный запах я думал если ароматизатор будет оно должно быть прям бах нальешь там и лимоном все сдержанно не перенасыщена лимончик такой кислинки нету кислинки такой не слышно вот чем дело сюда добавить кислинку и вот как свежий такой лимон бы был не перенасыщен ароматизатором шопу так вот как ожидаешь и типа лимон какой-то там итальянский сорт такой аромат интересный ликер я даже думаю девушки его спокойно будут пить без закуски даже грубо говоря но без закуски понятно там закусить печенье лимон это само собой я имею ввиду при таком спирте 32 градуса сахар и вот этот вкус лимона запах запах и вкус даже вот цедры слышно да он не перебивает тут это спирты вот это не перебивает его отлично нормально я же говорю если действительно даже вот он выиграл награды не знаю другие лимончелло вот так для интереса попробовать еще даже в том же штб продаются купить и сравнить бэп с ним интересным было насколько вот разница но опять там же могут накидать и лимонной кислоты и сахара и ароматизатора и будет вроде ему вкусно классно но опять же она не натуральном будет вот чем и дело да классный напиток я думаю его даже можно и в чай добавлять зимой даже когда вот то и летом ноги чай горячий тоже само собой шутки вот но зимой я имею ввиду согревающий чай плюс спиртное когда там перемерз или что-то просто говорят типа лимончелло это напиток лето и все такое можно и зимой кстати применять его в чай как концентрат он получается лимонный для запаха тоже интересно потому что такие я же не знаю я же говорю что может быть даже тот самый лимончелло тут намного больше лучше качественные лимоны использовались чем вот это у нас продают в супермаркетах я же говорю это трындец бывает такое что-то продается что на лимон вообще не похоже здоровая кожа толстая таких лимонов раньше вообще не было непонятно для транспорта скорее всего для транспортировки чтоб они не мялись не бились но опять же нашу же не то это же не лимон тут который ты сорвал с дерево качественные съел с чем-то там так что так лучше я хотел сказать лимончелло этот нормальный брать можно для интереса как-нибудь возьму даже простой лимончелло для сравнения в том же самом ну где-нибудь там а т.б. или еще что-то в обычном супермаркете вот эти продаются лимончелло там не навороченные какие-то обычные может быть а может и не возьму потому что нафиг она надо такая фигня но посмотрю чтоб сравнить если возьму сниму видео поговорим обсудим еще так что все всем счастливо